Практический экзамен по оказанию первой помощи предлагают ввести в красноярских автошколах. Этот вопрос обсудили представители губернаторского управленческого резерва с сотрудниками ГИБДД и Министерства транспорта региона. По их мнению, каждый водитель должен знать, как остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание или массаж сердца. Все это позволит существенно снизить смертность на дорогах. Ведь только за 8 месяцев этого года в авариях в крае погибли 230 человек. Эксперты уверены, что жертв могло быть гораздо меньше, если бы автовладельцы помогли пострадавшим в ДТП до приезда неотложки. Но многие автовладельцы просто не знают, как это делать. Будущие управленцы, участники губернаторского резерва предлагают ужесточить экзамен в автошколах и включить оказание доврачебной помощи в практическую часть подготовки водителей. Сейчас этой теме посвящен только один вопрос, да и тот в теории. Если обеспечить оказание первой помощи пострадавшим в первые 9 минут с момента ДТП, то можно спасти 90% всех пострадавших. Делаем вывод о том, что сам факт звонка в оперативные службы медикам либо на 02 поступает по прошествии 50 минут, то есть по прошествии того самого времени, когда жизнь человека еще можно было спасти. Задача перед всеми участниками движения и перед специалистами, обеспечивающими безопасность, сейчас стоит непростая. К 2024 году нужно снизить смертность в 3,5 раза в рамках национального проекта. Сотрудники ГИБДД всеми руками за инициативу участников губернаторского управленческого резерва. И не понаслышке знают, что сразу после аварии счет идет на минуты, а грамотные действия могут спасти чью-то жизнь. Порой даже, наверное, не рекомендуют даже трогать пострадавшего, либо перемещать ее сами медики. Но какой-то элементарный, минимальный набор навыков все равно у человека должен быть. Хотя бы, не знаю, попробовать, есть ли пульс, посмотреть, есть ли дыхание. Может быть, вот в этом случае достаточно всего лишь изменить позу пострадавшего человека.